Рамзан Кадыров жестко прокомментировал ситуацию с протестами против строительства мечети в Москве. И вот что он написал у себя в телеграм-канале. Послушайте. Друзья, кому не сложно, поставьте лайк для продвижения видео. Очень надо. Заранее огромное вам спасибо. Я все ждал, пока кто-нибудь скажет очевидную вещь о митингах против строительства мечети в Москве. Любую ситуацию всегда можно решить дипломатическим путем. Но буквально за несколько дней именно в этом вопросе началось нарочитое и активное раскачивание темы. Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеи защиты русской земли, то вперед в окопы с автоматом. Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которую нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечо мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм. Покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою родину. Вот где русская земля сегодня нуждается в защите и в настоящих мужчинах. Это тебе не с микрофоном, сытым и выспавшимся выступать на камеру. Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. Защищать и охранять ее должны все без исключения и деление на нацию или веру. Именно это и происходит сегодня в зоне проведения СВО, где русский, чеченец, башкир, татарин, христианин, мусульманин стоят плечом к плечу. Делят паек, молятся Всевышнему в одном блиндаже. Вот там настоящие патриоты, настоящие защитники. А то, что сейчас происходит в сердце нашей страны, является открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны. Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они не придумывали. Намеренно или нет, неважно, это провокация. Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд, как информативных диверсантов, действующих в угоду сатанистам. Трусы и провокаторы. Бывшие братья Альфреда и Шамиль Пахангалимов подрались на улице. Видео о драке я загрузил к себе в телеграм-канал. Ссылка на телегу в описании и закрепленном комментарии.